здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье подписывайтесь на наши каналы кто не подписался ставьте лайки задавайте вопросы мы с удовольствием на них попытаемся ответить и на все вопросы можно ответить и так сегодня сегодня наш гость гарри юрий табах гарри здравствуйте добрый день я напоминаю что гарри в прошлом командира антитеррористического центра нато в турции начальник штаба специальной военной миссии нато в москве и снова здравствуйте да ну пурем уже закончился как бы но настроение праздничное сегодня не очень как бы у нас так сказать в моде и тем не менее я бы хотел поговорить с вами о следующих вещах которые вот произошли буквально последнее время но упомянуть конечно надо это страшно террористический акт в москве который произошел больше ста тридцати погибших там постоянно уточняется эта цифра вы как человек который всю свою в общем-то воинскую карьеру занимались проблемами терроризма вот интересно ваше мнение послушать россия обвиняет украину в частности в этом теракте сша отвернулись от израиля то есть на последние сессии генассамблеи американцы не применили вето против резолюции которая была предложена то есть до этого резолюция который предлагали россия и китай американцы наложили вето сейчас на эту резолюцию нет к чему это может привести ну и впервые в истории в сша состоится уголовный судебный процесс по делу бывшего президента дональда трампа его обвиняют в незаконном расходовании средств собранных на предвыборную кампанию 2016 году то есть такое странное так сказать явление ну что ж давайте начнем наверное все-таки террористического акта это действительно такое страшное событие изначально были разговоры что это могли быть наемники украинцев потом вроде путин сам заявил что это исламисты но в то же время почему-то заявили что эти исламисты были наняты украинцами ваше мнение то есть и гил вообще его кто-то нанимает способны ли они по чью-то дудку играть или у них такая своя так сказать адженда которую они никому не отдают да да все это вместе возможно с любой террористической организации некоторые из них содействует друг другом даже если у них разные диалоги но смотрите хамас и хаз була хамас был по большому счету дали ему существовать потому что он как бы был против хаз булы а сейчас они скооперировались и в чем-то они скооперились чем-то нет где-то они договорились кто-то кого-то предал это террористы это террористы это бандиты это исчадие такие а да и у них нет никаких правил они не работают ни по каким правилам это понятное дело что я уже несколько программ создал с николаевичем ларионовым и с другими программами где и вот сейчас с марии максаковой сегодня по моему выйдет программа где в детали рассказываешь такой гил откуда они вышли куда они идут чем они закончат как это вообще все происходило но кратко и сказать что если вот объединять обобщать все то по любому российские разведывательные органы российские антитеррористические действия российская там безопасность за которую кстати отвечает медведев который первый сказал что надо наказать тех кто это сделал и кто это пропустил видимо он сам себя будет наказывать очередной финляндии или путинкой и они проморгали это потому что если даже не как-то участвовали организовывали это то это плохо у них вышло если они то искать присосаться или присоединились к тоже плохо если они не участвовали в этом этом не имеет это тоже плохо потому что у них ничего не сработало то что должно в государстве работать не сработало примерно так же как не сработало и вызывая и примерно так же как не сработало одиннадцатого сентября в соединенных штатах америка всех нас предупреждали все мы это знали все мы это видели все это было перед нашим носом и бах на тебе неきた то есть конечно же вы знаете что в соединенных штатах америки они д quickcloth1 ЦРУ само придумало это 11 сентября, и все это они сами сделали. Ну, конечно, израильтяне понятно, что тоже сами сделали, и вам будут объяснять и говорить. Ну, и в России сегодня говорят, что, конечно, КГБ или ФСБ, они сами это сделали. Но сейчас, правда, уже начали говорить, что это евреи сделали. А, уже это я еще не видел. Не-не, это уже есть, да. Потому что азербайджанец вообще-то не азербайджанец, у него жена еврейка, ну и так далее. И вот они раскручивают. А, и он решил сам спалить свой этот самый торговый центр? Ну, он получит страховку, а это будет уничтожение русского народа, то, что там могли быть евреи, там мусульмане, среди этого населения. Кстати, я осмелюсь вмешаться, страховку он вряд ли получит, потому что, по имеющимся данным, комплекс не имел необходимых документов. Поэтому любая страховая компания в это вцепится сразу же, и никакой страховки он не получит. Но это не только это. Там не сработала противопожарная система. Там тери, которые были, как обычно в нашей любимой традиции, все было заперто, и были только одни двери. Ну и так далее, и так далее. Что дешевый китайский пластик, который начал дымиться. В общем, все было сделано красиво, но я много раз был в этом центре. Поэтому это террористический акт, и мы все плохо выглядим. Как и выглядели плохо наши спецслужбы 11 сентября, как и сраильские спецслужбы 7 октября, и русские спецслужбы тоже. Но сегодня Путин и его власть сделают все возможное, чтобы обвинить в этом украинцев, чтобы это переложить на украинцев. И там, опять же, сценарий может быть много, и вам будут рассказывать часами разные фантазии, которые не имеют никакого подтверждения. Мы можем это говорить, что кто их поймал, как их поймал, кто эти люди, но сейчас Путин будет использовать. Он, конечно же, будет использовать это в свою пользу. Ну, например, те уже отвлеклись, что, в принципе, россияне ударили по дамбе украинской. То есть они совершили теперь, если раньше они говорили, что украинцы сами взорвали дамбу, а это все равно, что ядерное оружие используют. Это нарушение Женевской конвенции, это нарушение, это действие или преступление против всего человечества, не только украинцев. Это экология и так далее. Это ужасно, когда кто-то бьет по таким огромным дамбам. И вот теперь это уже не обсуждается. За день до этого это было большое обсуждение. Это уже не обсуждается. Все теперь уже говорят о соболезнованиях России, потому что там погибли люди. И это плохо. Да, там люди погибли. Там люди погибли и дети погибли. Это неправильно. Все равно соболезнования. Но Украине сегодня идет обстрел городов, включая Одессу, Харьков, Киев. Вот у меня каждое утро в Киеве обстрелы идут. Попадают в жилые дома, в гражданское население гибнет, бежит. Никто соболезнования не звонит и Зеленскому не говорит, но у нас соболезнования, что русские убили у вас 150 человек. А здесь это каждый день. То есть он теперь перевернул как-то это все в свою пользу. Примерно так же, как и мир сумел сделать так, что израильтяне теперь агрессоры, а не Хамас и не Газа. У меня вот была передача сейчас на Политеке. Такая есть популярная передача. Так вот там журналистка настаивала, что 110 миллиардов долларов в пакете, она считала, что там, она настаивала, что 61 миллиард для Украины, я ей говорю, там, где Украины нет, и 47 нет, и 10 нет. Вы читали? Да, читала. И никогда, и никак она не могла упомянуть, что там еще 10 миллиардов для Газа. Никак. Я говорю, это для Хамаса. Она говорит, нет, не для Хамаса, а для Газа. А кто возглавляет Газу? Палестинцы. Это же Хамас. Это же Хамас. Это север, нет, там северная и южная есть Палестина. Хорошо, кто возглавляет северную и южную Палестинку? Ну, там северная Палестинка. Она где ходит? На севере где? Кто возглавляет? И никак она не соглашалась, что не там написано в пакете, что это для Газа, а не для Хамаса. Ну хорошо, если в этом пакете будет для помощи для беженцев ВЛНР и ДНР, вы проголосуете за это. Но это не будет ни сепаратистам, ни их властям, а вот там людям. Это было бестолго, это было бестолго. Нету там этого и все, в упор не видно. До какого-то, ну просто какой-то, не знаю, какими наркотиками они пользуются и вообще что происходит. Но вот опять же их убедили, что агрессоры не в газе и заложников нет никаких. Израильтяне просто так занимаются убийством гражданского населения. Геноцидом они занимаются. Да, причем это говорят люди на главных каналах в Украине, журналюги, которых самих убивают, над которыми над самими происходит геноцид. А они переживают за вот, что израильтяне геноцид в газе устроили. Их ничего, у них ничего не торкает, что, например, делегацию Хамаса, там с ними обнимается Богданов в Москве, что им помощь оказывают, это их не трогает. Нет, Александр, Хамас это не газа. Ага, они на Луне живут. Хамас это не палестинка. Она настаивала, что это террористическая организация, всемирно признанная террористическая организация. А ее, по-моему, не разне демократически избрали, возглавлять газом. Нет, это террористическая, и ты ничего по этому поводу сделать не можешь, никаким образом. Ну, то же самое происходит в Европе, то же самое происходит в Америке. Ну, да. Ну, здесь немножко странно, потому что, смотри, говоришь, а вы знаете, что опять Трамп, 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 вот Трамп не даст ни копейки Украине. Вы слышали это? Нет, Орбан сказал. А вы теперь Орбану верите? Хотя вы по-венгерски, по-моему, насколько я понимаю, он этого не говорил. С каких пор Трамп начинает говорить в копейках о рублях, что он не даст ни копейки Украине? Причем тут копейки, это русские деньги. Да, он сказал, я верю Орбану в этом. В этом случае я верю. Вот в этом случае верю. А в других случаях нет, не верю. Верю, не верю, кажется, не кажется. И это повсюду. И ты не пробьешь. Большинство, конечно, украинских людей в это не верят. И они пишут, они меня останавливают на улице, говорят, мы не верим. Служите этих придурков. Ну, это заказуха. Это кто-то заказывает эти вещи, и они происходят. И говоришь им, ну, в этом пакете, в котором вы даже считаете, что там какие-то есть деньги для вас, хотя там нету ничего, уже это разобрали тысячу раз. Там 10 миллиардов для Хамаса, для газа. Как угодно вы говорите, но мы прекрасно знаем, что это для террористов. И сегодня президент Байден разморозил. 40 лет было заморожено. Вот он должен был сейчас разморозить 10 миллиардов долларов для Ирана. Вы понимаете, что эти деньги пойдут на убийство израильского народа? Ну, может, пойдут, может, не пойдут. А вы понимаете, что эти деньги пойдут на создание ракет баллистических, которые они дадут не только хуситам, но и русским, иранцам. И эти ракеты прилетят на ваши головы. А, тогда да, тогда плохо. Это вот такой уровень журналистов. Раз уж мы заговорили про Соединенные Штаты, значит, на минувшей сессии... Опять же, я хочу подчеркнуть. Это не... Вот здесь как раз не украинский народ. Если Хамас и Газа, это примерно одно и то же, то эти журналюги – это соровские наемники, которым абсолютно безразлично, сколько народа их убивает. И они работают на соровские гранты, они работают на Белый дом. Им не нужен ни ленд-лист, им не нужно ничего. Они вот только будут кричать то, что кричит Белый дом. Потому что СНН, как она сказала, СНН не обманывает. Никогда, да что вы? Чтобы СНН-то вдруг обманул. Кстати, Украина проголосовала за эту антиизраильскую резолюцию. Как, впрочем, и многие другие страны. Как и США, насколько... Нет, США воздержалась. Это воздержание ничего не стоит, потому что было понятно, что в таком случае резолюция пройдет. Как вы это расцениваете? То есть это такой, как бы предупреждаю, предупредительный выстрел, да? То есть следующий будет контрольный голову Израиля? Нет, это уже понятная израильская делегация, поэтому не поехала в Соединенные Штаты Америки. Это продолжение обамовской политики, антиизраильской, я бы даже сказал, антисемитской политики против Израиля. Это то, что вышел Шумер и сказал, слушайте, тут у нас выборы идут, вы давайте там смените свою власть в Израиле. Нормально так? Нравится вам Натаньяху? Не нравится вам Натаньяху? Он демократически избранный в демократической стране. Но он не тот демократ и не такие демократические страны, которые нашим демократам нравятся. Потому что идите и свергайте его. Его Зеленского, кого там еще надо? Милей в Аргентине, он тоже, может быть, нам в какой-то момент не понравится. Вот такая демократия. Как это видно, чтобы наш человек, глава Сената, сказал израильскому народу, чтобы они свергали своего лидера? Потому что он с ними не дружит, он не нравится, он плохой дядька. Но он же не сам это. Это явно было согласовано с администрацией президента, это заявление. Нет, это не обязательно, не обязательно. Но Белый дом тоже говорит, он говорит вам, давайте заканчивайте войну, потому что у меня выборы. А эта война мне мешает. Черт с вашими заложниками, черт с вами. У меня выборы, мне надо переизбраться. Кстати, среди заложников есть американские граждане. Да, похуй, какие американские граждане. Забудьте про них, у меня выборы. Потому что сам он говорит украинцам, перестаньте бомбить Россию. Она вас бомбит, вы сдохнете здесь. Но Россию перестаньте это делать, потому что цены на нефть могут пойти вверх. Это дестабилизация, у меня выборы. После выборов там будем делать что угодно. И уже сказали, значит, с украинцами, говорили, потом договоримся. Но потом договоримся. И с русскими они тоже разговаривают, что потом договоримся. Вы помните, когда Обама нагнулся к Медведеву и сказал, у него микрофон был не отключен, пожалуйста, передай Владимиру, своему премьер-министру, то есть президент будет на побегушках, он мессенджером будет, что когда меня переизберут, я буду более гибкий. И догибкался, что Крым отняли, аннексировали и начали войну на Донбассе. Вот такая гибкость. Он понял, что такое гибкий. То же самое сейчас, они говорят, после выборов у вас руки развязаны. А сейчас пока потешу. Послушайте, Герой, ну вот на ваш взгляд, какие могут быть последствия, так сказать, не абстрактные, а конкретные? Может ли сейчас Соединенные Штаты прекратить поставку боеприпасов? Нет. Совет Безопасности ООН после того, как они приняли такую резолюцию, наложить эмбарго или потребовать прекратить поставку оружия и боеприпасов Израиля? Нет. Такие последствия? Не могут. Про Европу я не знаю, про Соединенные Штаты не могут. Вы прекратите тогда поставку, потому что вы тогда прекратите поставки к нам. То есть шлемы, в которых летают наши летчики на F-22 и F-35, вы перестанете поставлять. Никуда они полетят. Тогда это... Полмиллиардная машина просто будет стоять красиво, можно ее ставить... То есть это типа мотоциклет и шлем одеть нельзя, нет? Не работает, нет. Это не только это. Патриоты наши тоже перестанут работать. Понимаете, что у нас интегрированная военная система, очень высокоточечные, высокотехнологические системы в США вместе с вашими. Они вместе созданы. Это joint ventures. И поэтому я только привел шлемы. Нам займет еще, я не знаю, сколько лет, чтобы их заменить. Это ваша собственность. Это часть, которую вы... Это offsets. Что называется offset. Мне долго надо будет объяснять, что такое offset. То есть вы покупаете F-35 и за это мы у вас покупаем шлемы. Какую-то часть. Вот поляки закупили F-16. Когда я там служил, мы передавали F-16. Поляки закупили F-16, но какую-то там часть крыла делались на польских заводах. Да, это можно было заменить эту часть, когда какой-то другой завод, потому что это невысокотехнологическая была вещь, это какая-то там часть. Но шлем вы не замените так быстро. И таких вещей очень много в наших... Но с Европой я не знаю, какие у вас связи. Ну, кстати, извините, железный купол, который американцы тоже покупают и берут к себе, значит, производится в Израиле. А снаряды к нему ракеты производятся в Америке? Да, это, опять же, это совместная программа. Поэтому, когда полковник, нелетчик Светан говорил, что израильтяне не дают нам железный купол, они не могли дать железный. Во-первых, он не нужен Украине, а во-вторых, они не могли, вы не могли дать железный купол без разрешения Соединенных Штатов Америки. А наш любимый президент Байден не давал никаких таких разрешений и никогда бы не дал. Чтобы было такое кого... Да, я бы не сказал не Израиль, а евреи. Он говорил, что ему прям реально евреи. Ну, те, которые его пытались, понятно. Про него мы уже достаточно сказали. Да, отдельно взятая нация. Последствий серьезных не будет. То, что Биби отменил поездку нашей делегации... это не могут быть серьезные последствия, потому что Израиль это Америка. Израиль это маленькая Америка на Ближнем Востоке. То есть арабы хотят или там террористы хотят ударить по Америке. Они не могут достать до Америки. Не так легко. Ну, даже в прошлом. Но до Израиля они могли достать. Когда мы напали, выгоняли из Куэйта с Адама Хусейна, с кадами он стрелял не по нам, а по Израилю. Израиль вообще не участвовал в этом. Но в ответ нам Дон не мог с кадами достать до Америки. Он стрелял по Израилю. Он стрелял по одному из американских сателлитов. То есть вы вот посмотрите за собой я не знаю ли это настоящая картинка или нет, но это Америка. За вами стоит это Америка. Тель-Авив, который похож на Манхэттен. Там уже не три, а больше. Я бы сказал, что больше похоже на Майами, чем на Манхэттен. Да, но поэтому мы разделяем ценности, уважение к человеческой жизни. Мы разделяем очень много. А это делается, потому что начинаются выборы. И в тех штатах, где большая мусульманская или арабская население, они должны им подыграть в этом. И там, где вот эти сумасшедшие бегают from the river to the sea, Palestine will be free. Ты их спросишь, какая река, какое море, они не знают. Черное море часто говорят. Они немножко путают это с Украиной. Это же рядом, это же рядом. Юрий, но вы понимаете, понимаете ли в Соединенных Штатах, что не наложив вето на эту резолюцию и вот это решение Совета безопасности, оно умножило на ноль все попытки переговоров по освобождению заложников. Все, Хамас сейчас не будет никого отпускать. Хамас будет ждать реализации резолюции Совета безопасности, чтобы Израиль прекратил военные действия, а потом уже, если они захотят, они начнут договариваться. То есть заложники сейчас остаются гнить в этих подземельях. Да, в заложниках остаются, и заложники остаются, и никого заложники не чешут. Пока Хамас будет ждать, пусть ждут. Пока они ждут, вы будете их убивать. Вы не будете останавливаться перед этим. Опять же, это та же схема, которую они используют, заставляют сесть за стол переговоров и выкручивают руки украинским властям, не дают оружие, чтобы садились за стол переговоров с Россией и сдавали свои позиции. То же самое они делают. Единственное, что вы не воюете против России. Вы не воюете против армии, преимущества в авиации огромное, преимущества в кораблях, преимущества в танках, преимущества в ракетах, преимущества в дронах, преимущество во всем вы воюете с партизанами и они взяли у вас заложник ваших граждан если бы они не взяли заложник вы бы прокатились по ним катком и взорвали бы эти туннели и все но вы пытаетесь спасти этих людей что и не упоминается нигде почему вы так завязали в этой войне так долго потому что вы пытаетесь спасти этих людей как только эти люди не дай бог я им этого не желаю но они погибнут или вот в этих застенках или они замучают для них убьют до этого момента они будут вас убеждать что у них их очень много и они живы и и так далее и так далее и президент трамп говорит что это надо заканчивать он тоже будет потому что даже если когда он придет власть ему будет уже очень очень сложно потому что к тому времени война сильно затянется она уже становится непопулярной в европе она же они уже забыли про этих заложников и вообще вы евреи надоели с этими никак не разберетесь с этими арабами и им очень жалко их это люди все-таки но брать они их не хотят брать они их не хотят давайте в конце концов байден самолетами привозят к нам этих убийц и бандитов из южной америки все пошлите пару самолетов уже в газу пусть них там заберут и привезут к нам в америку еще какая разница на каких бандитов иметь тех или к вам к вам в майами да нет нет не моя штаты которые демократические которые этого хотят майами у нас пока слава богу республиканский штат и мы хотим закрытых границ а прай туда где они хотя да я считаю что это было бы хорошее решение послушайте это всем если бы они проголосовали что все это может закончиться в один день просто чтобы хамас отдал заложников мы будем иметь опять же все это только разрастает пока мы имеем этих слабых лидеров круп коррумпированных жадных тупых лидеров которые в политике всю свою жизнь пока они стоят во главе наших государств мы будем иметь и гил возрождение гила будем иметь хамас хазбулу алкайду и так далее по списку они все возрождаются они все начали второе дыхание открывается придет сильный лидер это все закончится ира иранцы взяли наших заложников и никаким образом не хотели их отпускать мы попытались сделать в семьдесят девятом году по моему вот такой энтеби повторить израильский у нас не получилось там погибли наши солдаты пришел реген за день до инаугурации регена все заложники были отпущены без каких-либо требований а требования были отдать этого ша вран чтобы мы его отдали иранцам мы его не отдавали картер не отдавал шоу реген сказал я решу этот вопрос очень быстро я советую чтобы эту проблему решили до того как я приду там говорит я надеюсь вы решите эту проблему до того как я приду ну трамп тоже говорит упомянули он говорит что нужно срочно прекращать если я приду я сразу израиль должен выводят потому что там был дня он 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 говорит что и он говорит что израиль это война за генуров очень долго он не говорит что израиль должен прекратить таких слов тоже нет лександр он говорит что когда я приду я закончу твоя очень быстро я вам рекомендую закончить и до того как я в рюм Hearts Зарья это уже вы читаете между между строк хорошо скажите мне пожалуйста вот на ваш взгляд, черновик бумажки, с которой бегает Блинкин по Ближнему Востоку, и который сегодня заявил, сегодня ночью, там же наш министр обороны находится в Соединенных Штатах сейчас, и он заявил, что вот у него есть там черновик какой-то бумажки, согласно которой можно будет не проводить операцию в Рафихе, то есть не вводить туда войска и решить все проблемы. На ваш взгляд, вообще это какая-то реальность, или они там в каких-то фантазиях витают? Понимаете, пусть решает, пусть решает. Вы опять же спрашиваете нечестный вопрос мне. Я профессиональный воен, да, уже старенький. Вот я вас спрашиваю, извините, я вас спрашиваю не как политика, а как профессиональный воен. Можно ли решить эту проблему, если там сейчас все силы Хамаса сосредоточены там, руководство Хамаса сидит там, заложники сидят там, теперь, значит, можно ли не проводить военную операцию, а просто вот как-то вот так, щелкнуть пальцами, и они вылезут? Я не знаю. Я знаю, как дайте мне голландис, дайте мне деватис, и я эту проблему для вас решу. Быстро. Быстро решу. Вам может это не понравиться, мои способы, поэтому возьмите эту бумажку и решайте эту проблему до того, как я приду. Ну, если я уже приду, если вы не сможете решить эту проблему, тогда, когда я приду, я решу, тогда уже не начинать критикать, ай-яй-яй, ой-ой-ой, как это. Все. Конечно, можно эту решить проблему, очень-очень быстро можно решить эту проблему, но вам, сволочам, это не понравится. Да. Честно, честно. Две в грудь, две в грудь, ну, для Ютуба я скажу так. Я не согласен с такими методами, но метод... Нет, не смешно. Не смешно. Ютуб, я считаю, что вот он, не прав. Две в грудь и одну в бошку. Вот как решить эту проблему. Хороший способ. Спасибо. Спасибо большое, Гарри Юрий Табах. Я очень рад, что вам нравится. Да, мне очень понравился ваш способ. Я напоминаю, что Гарри в прошлом командир антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Подписывайтесь на канал Гарри Юрия Табаха, там очень интересные материалы. А мы на этом прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Спасибо.